Считанные дни, чтобы определиться со своим будущим, точнее со своим финансовым будущим. 30 сентября станет последним днем, когда можно будет подать заявление на государственное софинансирование пенсии. Что будет через 20, а то и 30 лет? В современном мире на эту тему задумываются в основном писатели-фантасты. Специалисты не устают напоминать. Задуматься нужно всем, кто планирует получать пенсию. Чтобы как-то простимулировать граждан, правительство предпринимает различные меры. Одна из таких – так называемое государственное софинансирование. Человек платит дополнительные взносы на будущую пенсию, а государство эти самые взносы удваивает. Правда, здесь есть определенные границы. Взнос должен быть не меньше 2000 рублей в год. Однако удвоить государство может суммы не больше 12 тысяч. Участвовать в программе могут все россияне от 14 лет, независимо от трудовой занятости. Только вот как показывает практика, многие такой возможностью не только не воспользовались, но и толком об этом ничего не слышали. И это несмотря на усилия специалистов. За два года специалистами фонда проведено 1500 правовых часов и факультативных уроков в 437 учебных заведениях республики. Был организован республиканский конкурс сочинений, и мое мнение, в котором приняло участие 310 старшеклассников и студентов из 134 образовательных учреждений республики. Вступили в программу софинансирования в Чувашии чуть более 180 тысяч человек. Сотрудники фонда отмечают, скорее всего, в самое ближайшее время количество желающих резко возрастет. Для тех, кто любит оставлять все на самый последний момент, этот самый момент наступил. Подать заявление можно до 30 сентября включительно. Кстати, сделать это можно не только в здании пенсионного фонда республики. Перечислить хочу, через какие учреждения можно подать заявление. Конечно, в органах пенсионного фонда это первое. Второе из кредитных учреждений. Как кредитное учреждение Сбербанка, СИСА с нами, трансферагентские соглашения. Это не как НПФ, а как кредитное учреждение. Значит, подписались с нами из негосударственных пенсионных фондов, вот Китфинанс, большой пенсионный фонд, НПФРГС и промоагрофонд. В нашей республике еще четыре негосударственных пенсионных фонда, которые могут принять заявление. Самое главное, можно через единый портал государственных услуг подать это заявление. Полный список учреждений можно найти на сайте Государственного пенсионного фонда.